Японский посол вызван на ковер в МИД России. Посол Японии в Москве Тойохи Сокодзуки накануне был вызван в МИД РФ в связи с высказыванием официального Токио по мирному договору с Россией, передает РИА новости. Ранее японский премьер Синдзабе в интервью телеканалу Асахи заявил, что Токио претендует на южные Курилы, в Японии их называют северными территориями, но не собирается выселять проживающих там россиян. Беседу с послом провел замминистра иностранных дел Игорь Маргулов, который заявил, что подобные высказывания грубо искажают суть договоренности между лидерами двух государств об ускорении переговорного процесса на основе декларации от 1956 года и дезориентируют общественность относительно содержания переговоров. Такие заявления расцениваются Москвой как попытка искусственно нагнетать атмосферу вокруг проблемы мирного договора, навязать другой стороне собственный сценарий регулирования ситуации, подчеркивается в сообщении МИД. По словам Маргулова, позиция Москвы остается неизменной. Проблема мирного договора должна решаться только в условиях качественно новой атмосферы в отношениях сторон, а само решение должно быть поддержано народами России и Японии. Кроме того, решение должно основываться на безусловном признании японской стороны итогов Второй мировой войны, включая суверенитет России над Южными Курилами. В Токио воздержались от комментариев по поводу вызова посла в МИД РФ. Как отметил представитель японского МИД, переговоры по мирному договору должны вестись в спокойной обстановке, поэтому ведомство воздержится от высказывания относительно встречи посла с заместителем министра Маргуловым. Напомним, Япония претендует на острова Шекотон, Кунашир и Туруп и Хабамай. В ноябре Владимир Путин с Индзабе договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе совместной декларации от 1956 года единственного документа, который признан обеими сторонами. При этом позиция Москвы состоит в том, что упомянутые острова вошли в состав Советского Союза по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними не подлежит сомнению.